18 февраля под патронатом Министерства иностранных дел ДНР в Донецкую Народную Республику прибыла делегация политических деятелей, предпринимателей и членов гуманитарных организаций из Германии, Норвегии и Российской Федерации. В течение трёх дней делегаты посещали праздничные мероприятия, детские дома и сады, больницы, а также провели ряд встреч с официальными лицами республики. Основная цель их визита – развитие народной дипломатией между Федеративной Республикой Германия, Королевством Норвегии и Донецкой Народной Республикой. Первый день представители европейских государств воочию увидели, как в ДНР празднуют Масленицу. Гости были поражены огромному количеству людей в парке Щербакова, царящей атмосфере праздника и тому, что буквально в четырёх километрах от гуляний проходит линия фронта. Уже на следующий день в понедельник делегация встретилась с главой государства Александром Захарченко. В ходе официальной встрече удалось обсудить ряд важных вопросов, касающихся налаживания политических, дипломатических, культурных и иных связей между государствами. Кроме того, поднимались вопросы урегулирования военного конфликта. Узнав об огромных человеческих потерях, делегаты выразили желание возложить цветы к памятнику погибшим гражданам ДНР. В тот же день иностранные гости посетили населённый пункт Зайцево и город Горловку, где смогли собственными глазами увидеть последствия обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины и пообщаться с семьями и детьми, которые потеряли близких и сами пострадали от обстрелов. Кроме того, руководитель проекта народной дипломатии Германии Андреас Маур отметил, что ему также довелось пообщаться и с военнослужащими ДНР. «И вы знаете, на Западе часто мы слышим, или Украина тоже говорит, что якобы обстрелы производят сама Донецкая народная республика. Я думаю, вы тоже эти обвинения знаете. И вы знаете, я задал этот вопрос солдатам или человеку, с которым я разговаривал. И ответ, конечно, был для меня настолько понятен и настолько я был уверен. Человек сам живёт тоже в Горловке. Фронт, мы знаем, он там проходит буквально рядом. Он говорит, мой ребёнок ходит в школу. Значит, я его утром, или моя супруга отвела его в школу. Я сижу, я на фронте. Значит, я разворачиваю оружие и стреляю в своих детей. Это просто абсурдно. И поэтому, я думаю, мы обязаны, журналисты обязаны приезжать, разговаривать. И эти возможности здесь есть. И поэтому вот эти сказки, вот такие сказки, я думаю, их надо просто опровергать. И просто я делаю здесь заявление, что я не видел российских танков, я не видел российских солдат. И я понял, что в Донецкой народной республике служат, или правильно, служат, говорят, служат люди, которые живут в Донецке, в Горловке, в Зайцево и в других населённых пунктах. Это мы сами имели возможность общаться и видеть. В последний день своей поездки представитель общественной организации «Народная дипломатия» в Королевстве Норвегии Хендрик Вебер, председатель фракции партии «Левый» в регионе Оснабрюк, руководитель проекта «Народная дипломатия» Германии Андреас Маур и другие члены делегации посетили школы, детский сад и детский дом в прифронтовых районах Донецка. Впервые в моей жизни я ехал по улице, где были забиты все окна, где каждый дом был разрушен, или каждый второй дом был заметно разрушен. И в этот момент в Зайцево мне было понятно, что здесь идёт война. Я слышал про эти военные действия, но я не мог представить, что это в Европе на сегодняшний день реальностью. Тяжело говорить потом после этого, что здесь какой-то конфликт. Конфликт может быть между соседями, конфликт может быть в семье, а то, что мы увидели руины, то это, конечно же, война. Не последним объектом, который посетили делегаты, стал Республиканский травматологический центр. Об итогах встречи с представителями иностранных государств рассказал заместитель главного врача Республиканского травматологического центра Вадим Анаприенко. Они внимательно выслушали наш рассказ, внимательно выслушали рассказ о тех событиях, которые наш травматологический центр переживал в 2014-2015 году, когда шли активные боевые действия. Переживает сейчас. Нам очень приятно о том, что нами интересуются. Мы будем вести сейчас переговоры о том, что люди по своим возможностям могут нам оказать помощь. Это медицинское оборудование, что очень необходимо для нашего центра. Конкретно мы пока ни о чем не договаривались. Но будем надеяться на то, что мы будем сотрудничать, и наши просьбы будут услышаны, и мы получим помощь. Для нас было это очень важно, посетить и больницу, и иметь здесь возможность получить из первых рук информацию. После того, как мы посетили населенные пункты, мы понимали, что во время войны и сейчас здесь очень много пострадавших. И поэтому для нас, для делегации было очень важно знать, насколько есть возможности здесь получать медицинское обслуживание. Если у нас получится возможность или интерес на Западе, что кто-то в Германии или в Норвегии скажет, мы хотим помочь или мы хотим что-то сделать, то нам было важно узнать из первых рук, в чем нуждается помощь. И поэтому мы благодарны, что было сказано конкретный пример. Поэтому мы просим, и мы возьмем с собой это в письменном виде, и будем смотреть и информировать общественность в Германии, в Норвегии, в Европе. Я много езжу по Евросоюзу, и просто постараемся донести правду, донести информацию, а также донести до коллег, врачей, что здесь нужна конкретная помощь. И поэтому я уверен, что в будущие делегации войдут врачи, хирурги. По итогам своего визита в Донецкую Народную Республику делегаты провели отчетную пресс-конференцию. В ходе визита наши гости ознакомились с двумя сторонами жизни Донецкой Народной Республики. Это одна из сторон, это наличествующий военный конфликт, то есть наши гости были в Горловке, в Зайцево, смотрели разрушения, общались с людьми. Также это мирная сторона, это всевозможные праздники, акции, мероприятия. Также это, конечно же, встречи с официальными лицами, с представителями органов государственной власти. Прежде всего, эта встреча состоялась официально с главой Донецкой Народной Республики. Сегодня мы также обсудили основные направления нашего возможного дальнейшего сотрудничества, опять же, в рамках народной дипломатии. Это, прежде всего, конечно, информационная составляющая, но она не единственная. Это и укрепление экономических взаимосвязей, научных взаимосвязей и каких-либо иных. В ходе встречи с представителями средств массовой информации иностранные гости много рассказывали о своих впечатлениях от поездки в республику и делились планами на будущее. Здесь мне стало понятно, что мы находимся в новой созданной республике, где функционируют все структуры, где есть правительство, где есть организации, где функционирует все. От номеров машин, например, это было для меня удивительно. Даже еще не хочу тут немножко что-то говорить, даже в Крыму еще, по-моему, не у всех есть российские номера, как у вас номера республики. Я думаю, вот это должны на Западе понять, что здесь есть правительство, это республика и что решение проблемы не может быть без участия республики и правительства Донецкой народной республики. И это не такой визит, что приехали и уехали. Мы уже конкретно переговорили, можно сказать, уточнили, какие проекты и встречи в будущем, в течение этого года будут сделаны. Это работа со школами, с детскими домами, это гуманитарные вопросы, это социальные вопросы, но это и также политические вопросы.